Праздник Преображения Господа нашего Иисуса Христа События праздника вводят нас в то самое удивительное время, в которое жил наш Господь Иисус Христос, когда Он взял своих ближайших учеников Петра, Иоанна и Иакова и взошел на высокую гору Фавор. Кстати, эта гора существует и по сей день, паломникам показывают эту великую удивительную гору, которая является украшением Палестины и по сей день. И взойдя на эту высокую гору, Господь Иисус Христос преобразился, Его лицо просияло, как солнце, одежды сделались белыми, как свет, то есть не даже как снег, как свет, на который нельзя было даже смотреть. И в это самое время явились Моисей и Илья. Это ветхозаветные пророки, которые беседовали со Христом. Тогда, видевши это удивительное чудо, Петр воскликнул, Господи, как хорошо нам здесь быть. И в это время было облако с небес и глаз, возвестивший удивительные откровения для всех живущих на земле. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение, Его слушайте». И в это время апостол Петр, как и присутствующий при этом удивительном чуде, апостолы преклонили свои лица и упали на землю. И как бы поднявшись от этого удивительного видения, они, ученики, уже ничего не видели. Они видели того же Иисуса, который также стоял пред ними в бедных одеждах. И уже на другой день, когда сходили они с горы, Иисус Христос повелел им никому не сказывать о том, о чем они видели. До того времени, пока Он не воскреснет. Давайте поразмышляем сегодня над этим удивительным событием. Потому что сегодня не только праздник яблочного спаса, а именно в День Преображения освящают плоды нового урожая. В Италии, в Греции поспевает виноград, а у нас на Кубани поспевают яблоки. И мы уже приносим в храмы начатки своих плодов. Почему этот праздник еще называется яблочным спасом? Но это совершенно не праздник земледельцев и не праздник нового урожая. Давайте не будем путать. Это праздник преображения Господа, который и нас с вами призывает к преображению самих себя. Да воссияет и нам, грешным, свет твой пресносущный молитвами Богородицы, Жизнодавцы. Что же это за свет? Это свет, который всегда был и всегда будет. Я свет миру. Вот тот свет, который исходит от Христа, он является истинным просвещением. И если кто-то хочет просветиться внутренне, то есть осветить весь свой внутренний мир, он должен обратиться ко Христу. Он, прочитав Евангелие, обязательно прикоснется к этому преображающему свету. И без него мы так и останемся во тьме. Я свет миру. Идите моей дорогою, и вы никогда не будете ходить во тьме. Всякий, кто ненавидит тьму, идет к свету. А кто ненавидит свет, идет в темные, в греховные, в потаенные места, где свет, дабы и не видеть. Дорогие братья и сестры, как важно нам в этот праздник вспомнить сегодня, что Христос позвал нас всех. Что если мы, наконец, все-таки хотим измениться к лучшему или поменять к лучшему что-то в своей жизни, мы обязательно не только должны, но и можем приобщиться этому свету через нашу веру, через Евангелие, через беседу с Богом. Ведь этот свет изливается только на тех, кто обращается к Нему сам. Самый главный свет, который просвещает весь мир, так и призывает Церковь этими словами, свет Христов просвещает всех, это свет веры. Веры в победу над смертью. Христос воскрес, и свет воссиял во тьме. Христос воскрес, и свет воссиял во гробе. Он даже осветил мрачные узы смерти. И для нас, светом Христовым, побеждена смерть. Его воскресение принесло нам радость жизни. Если мы примем это своим сердцем и начнем жить, как говорил Христос, ведь мало того, поверить в свет, нужно за Ним пойти. Еще очень важное заключается в том, что Он является и радостью. Вспомните, как обрадовался преобразившемуся Христу апостол Петр. Петр, как Он возликовал, какая радость нам здесь быть. Он даже воскликнув это, сказал, Господи, разреши, мы сделаем здесь три кущи, то есть три шалаша. Одну Тебе, одну Моисею, одну Илье. Нам так хорошо здесь, даже не хочется спускаться вниз. Так хорошо с Богом. И это Петр почувствовал. Если вам тяжело, идите к Богу. Радостью наполнится ваше сердце. И всякая скорбь утихнет. И только во свете веры мы можем простить, можем полюбить, можем, в конце концов, помириться с человеком. Потому что на пути каждого из нас есть определенные моменты в жизни, когда мы ссоримся, когда нас кто-то обижает, или по какой-то причине обижаем мы. И вот в этом состоянии нам так нужен тот, кто бы помог нам помириться. И этот тот, кто поможет. Христос. Однажды два монаха поругались в живем монастыре. Хотя там все должны жить в мире, молиться Богу и пребывать в свете. Но дьявол, который ненавидит этих братских, таких добрых отношений между людьми, посевает вражду. Молодые этого не знают, неопытные даже не понимают, а неверующие так во мраке и живут. А те, кто начинает этот духовный путь борьбы со страстями, не понимают, что я должен любить ближнего, а того злого черного, который стоит за спиной моего родственника, ближнего или обидчика. Вот тот дьявол, ненавистник добра, вот кто виновен в моей ссоре, а не тот, который передо мной несчастный, одержимый духом зла. И вот молодые иноки поругались между собой и не могли примириться. Один из них подошел к старцу и спросил, что мне делать, отче, я словно в мрачном подвале, мне самому плохо от того, что я поругался с моим братом во Христе. И тот дал ему совет, иди и сам попроси у него прощения первым. Ведь мы читаем молитву «Отче наш, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Если мы хотим, чтобы Бог простил нам наши грехи, мы должны прощать. Старец напутствовал его словами, которые сказал сам Христос. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. Но если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши». И вот, будучи напутствован таким добрым словом старца, молодой инок пошел к своему обидевшемуся брату. Только он подошел, постучал в его келью, а тот даже не открыл. Снова вернулся он к старцу и говорит, «Отче, даже не открыл тот, к которому я хотел прийти с миром». А старец задает ему вопрос, «А ты наблюдал за своим сердцем, когда шел?» «Да нет. А знаешь, что когда ты шел к своему обидчику, ты его осуждал, а себя оправдывал. А вот теперь снова пойди, но только не осуждай его, ты осуждай себя, а к нему будь снисходительней. Оправдай его и постучись к нему в келью». Так и сделал этот молодой послушник инок. И когда он подошел к келью своего друга, тот открыл дверь и встретил его с распростертыми объятиями. Видите, дорогие братья и сестры, как важно, чтобы каждый из нас научался не просто оправдывать себя в какой-то самой трудной жизненной ситуации. Мы должны быть требовательнее к себе и снисходительнее к другим. Вот тогда и в нашем сердце, и в нашей жизни, и в нашей душе воссияет свет Христа, пресносущный. Что это значит? Всегда существующий свет. Вот чего мы просим в храмах Божьих за этими праздничными богослужениями. Завершая же нашу сегодня встречу, мне хотелось вам лишь посоветовать, чтобы не мириться, чтобы потом не просить друг у друга прощения, давайте вообще не ругаться. Давайте вообще стараться обходить ссоры стороной. Мира вам, и пусть мир в ваших семьях воцарится. Значит, воцарится и любовь, и свет Христов. С преображением Господним! С праздником вас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok